Как ухаживать за губами зимой? Этот вопрос явно в вашей жизни появится, как только появится дискомфорт. Зимой это обычно случается. Что делать, чтобы этого не произошло и как действовать, если уже случилось? Спросим у Надежды Удагер, врач-дерматокосметолог, эксперт нашей программы. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот я сколько слушаю всегда специалистов косметологии, у нас всегда летом испытания для кожи жара, сухость, ветер. Осенью начинается влажность, потом зимой отопление, кожа у нас вечно в стрессе и губы в том числе. Может они уже все привыкнут? Они привыкнут, если мы переедем дружно все на Бали или на Мальдивы. Я не против. Ты как, едешь? Не, на Мальдивах скучно, там ничего нет. Мы же сделаем. Там только море и песок. Мы переедем. От этого устанешь быстро. Надя, скажите, есть ли вообще, какая разница между кожей на губах и другой кожей? Для начала я скажу, что на губах это не кожа, это полуслизистая. О, понятно. И поэтому она быстрее подвергается каким-то изменениям. Потому что мы же понимаем, что вот как, например, слизистая у нас полость рта, если вы обожглись, у вас она быстро заживает. Там за день, за два максимум. А на коже как бы уже это по-другому. Полуслизистая заживает тоже быстрее, чем кожа, но не так быстро, как слизистая. И, соответственно, уже сама кожа может даже оставлять, например, пигментацию после духовки. И не только. Вот. Чего на слизистой мы обычно не наблюдаем. И на полуслизистой тоже. Чтобы был пигмент, это нужно очень постараться. Что делать заранее? Если ты понимаешь, что впереди у нас зимний сезон, осень закончился, холода, морозы, можно как-то готовить кожу? Или надо в процессе принимать меры? Вообще, в идеале, конечно, вам это и гастроэнтеролог расскажет о том, что нужно восполнять внутренние дефициты. Потому что если у вас дефицитное состояние, то всё, что мы здесь видим, это будет носить временный характер. И, естественно, вам нужно будет постоянно летом от ультрафиолета, от солнца, от морей солёных, если вы куда-то поехали. В межсезонье от ветра, от дождя, ну вот как, собственно, уже перечислили. Если мы восполняем вот эти дефициты, и у нас, допустим, мы воды достаточное количество пьём, жиров, потому что у нас на поверхности есть гидролипидный барьер. Из названия понятно, что гидровода, а липиды жиры. И, соответственно, нам внутрь нужно потреблять вот эти вот все оба компонента, по сути. То, естественно, уже наружная терапия будет носить более эффективный характер. Потому что мы можем однократно, например, нанести в течение там нескольких часов гигиенический там бальзам, и нам будет этого достаточно. Также нужно ещё смотреть по составу, потому что есть, например, может быть, видели вот эти вот цветные маленькие в аптеках бальзамчики стоят? Нет, мы не видели. Да, по 40 рублей. Да, ну, раньше я помню, что они 15 стоили, а ещё раньше 8. Да, у меня просто мама фармацевт, поэтому я знаю всё, что в аптеке стоит. И они, вот я могу сказать, что мы можем понять по цене, естественно, что они по составу немножечко скудные. И они будут помогать как раз-таки тем, у кого дефицитов внутри нет. А если мы в дефицитном состоянии находимся, то, естественно, вот эти вот бальзамчики, там, они будут помогать нам временно. Как у меня есть пациенты, которые приходят, говорят, что они там по тюбику в месяц смазывают, потому что им, ну, не помогает. А есть какая-то прямая связь между определённым дефицитом и состоянием именно губ? Как говорят, что если зайдки в уголках, то это группа В у тебя не хватает, и вот такая корреляция. Или это мифы? Ну, почему мифы? Если у нас есть самые главные витамины, то есть витамин D, витамин, ну, это омега-3 насыщенные кислоты, то те же самые витамины группы В, магний в любом случае, потому что если мы пьём витамин D, то магний тоже нужно потреблять. И он почти у всех в дефиците, потому что если вы ногу на ногу, например, закидываете и чувствуете, что начинает стопа неметь, да, то, соответственно, говорит о том, что магния вам, скорее всего, не хватает. А точно так же, если вы чувствуете погоду, и не только в доме, то всё начинает побаливать, то это в большинстве случаев дефицит омеги и того же магния. Витамины группы В, они иммуномодулирующим действием тоже обладают, потому что вот небезызвестный бальзам, который там аптечный тоже, он тоже с витаминами группы В. Как глубоко вы копнули. Это же губы всего лишь, казалось бы. Казалось бы, да, но на самом деле медичные. Казалось бы, что кожа – это так просто, да, например, приходит там, ну, это же просто косметолог. И, соответственно, мы вот с пациентами разбираем эту всю историю, потому что я тут недавно вчера считала на обучении, я провожу обучение, и считала, сколько лет я уже работаю, скоро будет 10 лет. Вот, я вообще в шоке, конечно, от этой ситуации. И в начале, естественно, мы так глубоко не копали. А сейчас, вот последние лет 5, наверное, мы все же начали, во-первых, правильно питаться, заниматься нутрицептикой. Ну, как все начали правильно питаться. Ну, стараться-ка. Давайте, кстати, вот вернемся к истокам, к каким-то косметологическим моментам. Понятно, гигиеническая помада – это такой первый базовый уровень, который явно в жизни каждого случался. Я никогда дальше не шагну. Вот, никогда дальше. Дальше есть скрабы, есть какие-то домашние способы, смешайте мед, сахар, кофе или еще что-то. Прекрасный способ. Есть патчи для губ. Вот это больше булаш или есть реально показания, когда вот тебе надо? Ну, вот натуральные все вот эти компоненты, например, когда смешали мед, сахар или соль, и это все нанесли, это прекрасные натуральные скрабы. Ничего плохого в этом нет, особенно если компоненты, которые нанесут травмирующий характер, растворяются в процессе, потому что когда мы начинаем какой-нибудь абрикосовой косточкой тереть губы, то, естественно, там они травмируются и тем самым еще больше усугубляется ситуация. Также хорошо, в принципе, можно просто, например, смазывать медом, да, и держать какое-то время. В патчах все должно быть строго по инструкции, но они носят тоже временный характер, потому что там, по сути, сыворотка с гиалуроновой кислотой в большинстве случаев, в которой мы как пленочку используем вот этот вот сам патч, чтобы более глубоко проникало. И, по сути, в домашних условиях можете тот же мед взять, нанести, сверху пищевой пленкой наклеить, 20 минут посидеть, и будет примерно такой же эффект. Как говорится, дешево и сердито. Пользуйтесь. Вот вам и домашний патч. Ну и в завершении нашего разговора главный вопрос. Целоваться на морозе можно? Можно, но... Не с качелей. Не с качелей, это во-первых. А во-вторых, если сильно холодно и ветрено, то чем больше влажности на поверхности, вот как, например, в самолетах говорят, вот термальные спреи используйте. Но если точно так же на улице его используют, и влажность, она будет испаряться, потому что снаружи у нас резкоконтинентальный климат, у нас низкая влажность. Ты зачем Кате спросила? Ну ты же видишь, сейчас опять мы дойдем. Витамина не хватает там какого-то, если вы замерзли и гугу вас треснули при поцелуе. Надежда Удыгин, врач-терматокосметолог, и слово врач, она тут нам пытается подчеркнуть всеми ментальными вот этими штуками и объяснениями простого сложным языком. Но мы понимаем, что эти советы могут вам действительно помочь. Вот и последнее. Добавляю, если вы если врач-терматок поселите вас,